Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Если нас слышно, это приветствует пресс-центр у ФАИН и виртуальная студия. Если готовы, давайте приступим к постматчевой пресс-конференции. Ваши комментарии по игре. Сегодня я благодарен команде, спасибо им за эту победу. Сегодня мы играли лучше, чем предыдущую игру в домашнюю Северсталь. Был хороший настрой, команда играла дисциплинированно, за исключением некоторых удалений. Команда с горящими глазами выходила на эту игру. И сегодня было видно, что мы единоборство играем здорово. И под воротами, оказывается, в третьем периоде мы очень здорово можем играть и выигрывать эту позицию. Всем спасибо за победу. Юрий Владимирович, спасибо большое. Давайте приступим тогда к вопросам. Можно, да, вопрос Александр Олейник о спорт? Да, пожалуйста. Юрий Владимирович, во-первых, с победой. Спасибо. Удаление Никиты Михайлеса 5 плюс 20. Как вы оцените этот эпизод? Что случилось в психологии? И как вообще, скажете, повлияло ли это удаление больше в плюс или в минус? Потому что пошли перестановки в звеньях у вас, и они сработали. Ну, значит, в плюс пошло. А то, что это психология или нет, ну, не знаю, надо разбираться будет. Еще надо посмотреть видео там и посмотреть, какое там было нарушение. Ну, скорее всего, там, да, был удар. Ну, в принципе, в следующей смене «Хартиканин» вышел и играл спокойненько. Так что это неболезненно, я думаю, и без травмы самое главное. Ну, то, что перестановки прошли, это, да, это пошло на пользу команде. Команда взбодрилась, команда вода шевелась, команда начала играть на атаку больше, команда начала играть в зоне соперника. Контролируя шайбу и контролируя, опять же, повторюсь, что мы контролировали сегодня в третьем периоде пятак соперника. Мы навязали там борьбу, и это привело к успеху. Спасибо. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакорсет. Борис довольно неуверенно начал, потом после первого периода перестроился, стал гораздо плотнее играть в средней зоне, поагрессивнее в атаке, бросать больше стал. А почему вы так начать не могли? Ну, я скажу, я говорю, мы были на двухнедельном карантине, и это получается на четвертая игра. Если взять сентябрь, то же самое, мы начинали также первые игры очень, скажем так, осторожно, и у нас практически моментов-то не было в первых четырех играх. На пятую-шестую игру против уже «Динамо» и «ЦСКА» команда уже выглядела прилично и показывала тот хоккей, который должна была показывать с начала чемпионата. Ну, опять ушли на двухнедельный карантин, и говорю, сейчас ситуация повторяется такая же, как и в прошлом месяце. Тяжело входить, после этого поймать игровой ритм, опять же, почувствовать игру, почувствовать партнеров. Я думаю, с каждой игрой мы будем прибавлять и прибавлять. Спасибо. Хорошо. Извините, вопросы из виртуальной студии. Самир Арар готов подключиться к нам. Если готовы. Да, готов. Юрий Владимирович, здравствуйте. С победой. Вопрос такой. У Бориса наблюдается прямая зависимость, ну, скажем так, математического игры в первом периоде. То есть, когда Борис играл в ничью или выигрывал в первом периоде, то набирал, как минимум, одно очко в матче. Как вы думаете, это совпадение или случайность? Ну, не знаю. Сегодня мы не ввели в счете ни в одну шайбу, не сравнивали, паировали 0-2 и, можно сказать, вытащили этот матч. Тяжелый матч, скажем так, для нас. Не знаю. Не могу ответить на вопрос. Пожалуйста. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Юрий Владимирович, вопрос такого плана. Вы сегодня поменяли местами Фреттина и Лилья. С чем вот связаны вот эти перестановки именно в звеньях? И как оцените? Все-таки сработали они? Ну, я оценю, что это сочетание сработало, потому что, Юрий, мы поменяли местами. У нас и Видаль, скажем так, он и с краю может, и в центре. И где-то мы старченька спустили. Сагадеева перевели. Хотя у нас Игорь Войгренц во втором, в третьем звене, в центральный и Сагадеев в центральный. И просто-напросто немножко развязали руки Видалью. Можно сказать, от той работы, черновой работы, мы его убрали. И больше владеть шайбой, больше атаковать. И скажу, сработал этот. Спасибо. Вопрос у нас есть из виртуальной студии. Если Денис Таипов готов, пожалуйста. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзор.ру. Салават Юлаев, из-за отсутствия лидеров много играл молодежным составом. Вас сегодня не удивило, что все лидеры вышли? Это как-то поменяло подготовку к игре? Спасибо. Да нет, как-то поменяло. Мы перед игрой узнали только о составе, посмотрели состав. Вдвойне настраивались, потому что, я говорю, Салават – мощная команда. И без лидеров, потому что я и показывала до этого хорошую стокей, хорошую игру, мощную игру, скажем так, в атаке. Нет, мы готовились так же, как с обычными соперниками, что с лидерами, что без лидерами. Хорошо. Есть ли у нас вопросы в студии здесь? И виртуальные тоже нет, да, Марат? Нет. Если вопросов нет, тогда Юрий Лавинович, отпустим. Спасибо большое за присмотрение. До свидания. Здравствуйте, мистер Ламса. Здравствуйте. Если готовы, давайте начинать тогда. Позвольте комментарии о игре. Сегодня, много новых игр, новые игроки, новые игроки, которые были в line-up. И поэтому, после матча, я чувствовал, что в ночь будет огромный вопрос, как наши игроки, как они могут survive, и как они могут выполнить, что они могут выполнить. Так что, было много вопросов перед матчем. Перед этим матчем у нас было много вопросов, потому что интересно было, как поведут себя старые, так скажем, новые игроки, потому что очень много людей вернулся в состав. И для нас, таким было тоже испытанием, проверить, как они сыграют сегодня против Бориса. Я думаю, что мы начали хорошо сегодня. Мы играли довольно solidно. Первые 20 минут, второй, второй, когда мы у нас были очень большие шансы, но это было, я думаю, что наши игроки, мы не могли победить, и они играли много, и после этого они были немного empty. И когда мы приехали к третьему, мы начали плохо. И это было очень плохое, потому что это было очень плохое, потому что мы были немного empty, и противник получил так много энергии от этого гола. Так что это было очень тяжело для нас сегодня. По ощущениям, уже казалось, концовки второго периода, что мы где-то эмоционально немножко опустили, и, к сожалению, такой случился плохой, скажем, для нас гол, потому что соперник был полный энергии, они забили гол, и это сильно повлияло. И это было очень важно. back to work so that's the most important thing and today today week at one point of course we are not happy for that but anyway one point and and we go day by day we're going forward and and for sure this this whole month next three four weeks it's going to be really really hard for us because we all know that this virus what does it mean it's it doesn't mean that you just you come to the arena and you are ready to go so we we really need to work hard and we really need to be patient with the team that we will start winning again чтобы снова нам побеждать нам необходимо быть в себе уверенными чтобы нам необходимо сейчас набирать форум потому что когда ты выходишь после коронавируса это не значит что ты уже готов нужно как можно больше с усердием тренироваться а что касается игры да мы сегодня набрали очко но этим мы естественно этим не особо мы счастливы теперь стоит конечно всю картину общую посмотреть кто у нас будет составе как мы будем игроков использовать и это уже будет будем двигаться потому что это был очень непростой для нас период вот эти три четыре недели когда постоянно игроки заболевали просто просто позвонить бакулин в лазер бакулин официальный сайт пхл поменьше сегодня обе шайбы забили молодые защитники я настолько довольны их игрой если вот не смотреть сюда вот удаление на последней минуте мне очень приятно и работа с этими игроками потому что что мухмадулин что алексеев от игроки очень талантливые с отличным катанием и с отличным отношением к делу несмотря на то что они достаточно юные поэтому одно удовольствие лишь то что они есть составе у нас и пожалуйста вопросы алексей горюнов подсказки комсомолец но когда стало по ходу игры видно что высшие из карантина игроки еще пока не совсем готовы почему все равно продолжали отдавать предпочтение второго третьему звену кодейкину сошникову легионерам вместо первого звена которое было больше на ходу и в том числе большинстве почему они играли больше чем первое звено я думаю и я думаю кто-то как поэтому for all four lines and of course second one second one we had so much power play so that's the thing and I think today somehow some reason I don't know why Mr. Vorobjev's power play didn't work so it was my decision and I trust you today today Harskis and Hartikainen's power play and they didn't score so it was all my decision so it was a neutral zone question is all about five seconds so so I trust Slavo Zoloduchin he is one of our best penalty killers in this team so I want to use my best players Slavo Zoloduchin is one of the best players who can kill most of the players what is the majority of players it was a question of 5 seconds if we were to win it in the middle zone in the middle zone which we could be able to leave it in the middle zone so we could be able to leave it in the middle zone so we could be able to leave it in the middle zone but I don't know how much players are in the middle zone so we could be able to leave it in the middle zone and we check our phase of we have a guy who counts every phase of how it goes and okay Kadek in first period today he had a he was a good one but but we can't use all the time same center man and there is just so many things why why coaches use I mean example first line offensives on face off because because you want to create chances for them to play with the strengths and we practice everyday face offs and and like I said before I think that same question was was already this season so I said it's not only about center man's job it's a whole whole units work to win the face off and and but I don't know it's we work every day when we have a practice so we want to do it better and hopefully when we go further it's it's I hope the more we will work on this component will be better as well as the majority we try to work on this component as well as the majority we try to work on this component as well as the majority as well as the majority it's it's not only work on the ball but it's it's also work with the fifth находящimся into the line that's what and it's it's a little bit it's a tough game and there are so we try to do it to use multiple Да, у Кадейкина в первом периоде, после первого периода мы посмотрели, сверли цифры, были отличные показатели, но мы должны использовать не только одного лишь Кадейкина, поэтому, да, мы будем над этим компонентом работать, но сейчас ситуация так складывается. Здравствуйте, Азамар Шулуков, Медиакарсей. Скажите, почему не стали брать тайм-аут после 2-2? Я хотел оставить тайм-аут после 2-3, потому что наша ситуация не нормальная сейчас, потому что у нас есть так много людей, которые просто играли первую игру, и ты никогда не знаешь, как это происходит, и я хотел оставить тайм-аут после 2-3. Хотелся этот тайм-аут сохранить немножко на конец игры, потому что у нас очень много игроков, которые вернулись после карантина, и неизвестно было, как могли обстоятельства сложиться на льду, поэтому решили его приберечь на концовку. И я думаю, что противники победили сегодня, они победили 2-3, и после этого мы начали играть немного, поэтому я думаю, что это была хорошая решение. Я считаю, что правильно мы сделали, что не взяли после 2-3, потому что соперник после этого не забил, а мы стали играть лучше. С чем, кроме физических кондиций, можете связать то, что во втором периоде и в третьем Салват порядочно сдал, после того, как Борис улучшил свою игру? Будет еще один вопрос. Физический кондиции, как я сказал. Борис, если вы будете ездить, если ваша батарея ездить. Борис – это очень хорошая команда, очень хорошая команда, очень хорошая команда. У них had the same problem. Они не играли 6-ти, и сейчас они, game after game, play better и better. and they have a really good team and now we are in the same situation that we try to get our guys back like I said before next four to six games we really need to think how we can survive physically through those games and today this is the second league in this world and if your battery is empty what do you have left so it's not much and also we were physically empty and after when you are physically empty you are emotionally empty so that was the first reason and after that we can find so many reasons but I think we don't have enough time to talk about that and now we are getting a lot of players and now we are still playing so that we are still playing so that we are still playing so that we are now to survive in this period in the next 5-6 games because it doesn't know how it will have been games against players who will return to the virus so that there is only one reason and this is the physical condition Почему не сыграл Аллыкин? Это последний вопрос. Может быть, это тяжело, чтобы играть после 2-40 минуты. Может быть, в третий раз может быть возможность ему дать время. Может быть, можно было бы предоставить шанс Аллыкину играть в третьем периоде. Но если вспомнить всю игру, то в 20 минут мы прекрасно провели. В 3-2 периоде у нас было достаточно количество игр в большинстве, поэтому не было таких оснований. Плюс линия Башкирова сегодня действовала достаточно хорошо. Поэтому мы решили сегодня таким образом. Но, может быть, и стоило Аллыкину сыграть в концовке. Владимир Бакулин, официальный сайт ККЛ. Вопрос от такого плана. Какова судьба тех ребят, которые последние 2-3 недели играли за Салават и Лайф? Я имею в виду игроков Тароса. Они остаются сейчас в команде или вы их уже обратно отправили домой? Мы смотрим. Мы смотрим. Мы смотрим на сегодняшний день. Какова ситуация. Какова ситуация. Какова ситуация. И какова ситуация. Я не ответил. Но я думаю, что мы должны быть готовы. Ротатисты. Даже если у нас есть целый лайнап. Но все равно нужно ротатисты. Таким образом, мы должны быть уверены, что мы сможем восстановиться от игроков. Но в данный момент, у нас уже есть люди, которые идут на Тароса. И они продолжают там. Но все равно у нас есть широкий ростер. Здесь с первым двором. В конкретно сейчас у вас пока есть широкий ростер игроков. Совсем скоро мы будем решением, кто из команды останется. Всегда есть те, кто отправится в Тарос. Однако в данной ситуации мы должны понимать, что как раз-таки широкий выбор игроков может нам понадобиться. Потому что неизвестно, как будет складываться ситуация. И какие позиции нам придется закрывать. Спасибо. Если вопросов больше нет, коллеги, тогда отпустим. Спасибо большое. Вечер добрый. Так понимаю, с вами Роман Старченко и Дайан Битц. Все верно? Да, правильно. Да, нас слышно. Хорошо. Давайте тогда коллеги сразу приступим к вопросу. Пожалуйста, Владимир Бакулин. Владимир Бакулин, официальный сайт. Роман, вам первый вопрос. Несколько впечатлений об игре. Почему все-таки Борис первые два периода играл не так, как хотелось бы? И с чем вы связываете такой хороший третий период, когда удалось вернуться обратно? Ну, я бы не сказал, что мы плохо играли. В принципе, мы в первом хорошо двигались, владели шайбой. Было много атак. Ну, вторая маленькая дисциплина подвела удаление. Салават больше, наверное, владел шайбой, перехватил инициативу. Ну, здорово сыграла бригада меньшинства. Ну, в третьем периоде вышли, и нам было терять нечего. Играли правильно, играли системно и пришли к победе. Да, пожалуйста, комментарий, Дарон. Дарон, какие-то комментарии о сегодняшнем игре? Да, хорошая игра была, сложная, непростая. Но я очень горжусь командой. Мы показали свой характер и нашли способ, чтобы победить. Это хорошая игра. И готовимся к следующей игре. Как я говорила о твоих персонажах. Что ты меня изменил? А мы начали играть более активно. Особенно на атаке. Он просто добавил движения, и это было хорошо. Очень хорошо. Прекрасный русский выход, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы Владимиру Бакулину. Роман, как во втором периоде не удалось попасть в, казалось бы, уже пустые ворота, когда Мэтцелл уже был обыгран, объехал в сторону. Это что? Что это? Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Задайте мне еще десять шайб, я, наверное, из десяти десять забью. Ну, здорово сыграл у них. Защитник лег под шайбу. Я плохо бросил. Ну, так сложилось. А вот это удаление Никиты Михайловса пятиминутное, можно сказать, что ключевым в матче стало? Ну, не совсем ключевым, но одно из ключевых, да. Мы, в принципе, салавату, я думаю, за эти пять минут ни одного шанса не дали. Даже у нас там был момент, Дмитрий убегал в 1-0, мог забить. Единственное, выстояли пять минут, и уже пятый наш вышел, пропустили. Ну, ничего страшного, мы не бросили играть. Подбодрили друг друга в раздевалке и вышли с новыми силами на третий период. Ребята, ну, насколько вот сложно вообще играть после карантина? Вы долгое время пропустили, много времени находились на карантине. Сейчас наверняка тяжело все-таки наверстывать, да? Ну, да, выпали из игрового ритма, плюс физически. Ну, с каждой игрой мы становимся сильнее, становимся увереннее и двигаемся вперед. Согласен с Романом, молодец. Ну, спасибо, коллеги, если нет вопроса, ребят тоже большое спасибо и удачной дороги. До свидания. Максим Мусор с нами, да, Вит? Вас слышно? Да, да. Максим, поздравляю с первой шайбой в КХЛ, если не ошибаюсь, и ваш комментарий по игре. Спасибо большое, но игра получилась трудная, тяжело было отыгрываться, вот хорошая команда. Очень хорошо, что мы смогли и выиграли эту игру. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Максим, что все-таки не получилось у Бориса в первые сорок минут игры, да? Хотя моменты, в принципе, были, две перекладины, но вот… Наверное, немножко не повезло, не хватило реализации, концентрации на моментах. В итоге все нормально сложилось. Пожалуйста, вопросы у Олега Чернова есть. Сопкор 0-2, да. Очень интересно, чувствовали и видели ли вы то, что Салават Юлаев физически слабоват пока, поскольку то, что ребята вышли из состояния, когда с легкими большие проблемы, кашель. Вы это видели и пытались ли этим воспользоваться, как раз прибавить скорость в третьем периоде? Ну, честно, я бы не сказал, что они были слабоваты, они хорошо везде выступали. Это хорошая команда, они быстрые, сильные, постарались выиграть свою игру. Ну, допустим, вот Хартиканин – это человек, который обычно очень много забрасывает и угрожает. Сегодня он не проявил себя. То есть вот такие вещи. Не замечали, вообще не обращали внимания, что ли, как от соперника играть? Ну, как бы это уже не наше дело, мы играем свою игру, навязываем свой хоккей. Мы приехали за двумя очками. Спасибо. Пожалуйста, у нас вопросы в виртуальной студии есть. Подключите, пожалуйста. Нас слышно? Да, да. Да, Максим, мы ждем с виртуальной студии. Что? Если… Давайте пока… Что? Давайте тогда еще один вопрос и все на этом. Максим, можно еще один вопрос? Ваш гол целенаправленно бросали именно верхний и ближний угол ворот Мерцелы? Да, целенаправленно. Я тренировал этот бросок. У меня еще в том году получилось забить на чемпионате мира похожий гол. Я увидел в свободное пространство, двинулся, бросил. Хорошо, что попал. Ну, какие первые эмоции были после взятия ворот? Ну, конечно, это приятно, особенно, когда твой гол помогает выиграть команде. Первый гол всегда запоминается. Сайбу подарили? Конечно. Конечно. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Если вопросов есть, давайте подключите студию. Нет, он… не хотят, судя по всему. Ладно, Максим, мы тогда отпустим. Большое спасибо. Удачной дороге. Спасибо большое. До свидания. Так, с нами нападающий Салатил Юлаева Родион Амиров. Родион наслышан, давайте приступим. Пожалуйста, ваш комментарий по игре. Ну, хорошее начало, хорошие два периода. В третьем периоде мы подустали, может быть, отдали инициативу. После пропущенного гола сыграли не так, как хотелось, и это повело к поражению. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ, Родион. Вот, с учетом того, что совсем недавно вас высоко выбрали, в принципе, на драфте, да, НХЛ, как вот сейчас играется после этого? Чувствуете еще больше ответственности? В принципе, мне кажется, все так же, просто надо больше работать, стараться, как и до этого, в принципе. Алексей Горюнов, Московский комсомарец. Родион, не показалось, что сегодня ваша стройка была пободрее, чем ребята, которые вышли из карантина? Все-таки было вам полегче двигаться. Было такое ощущение? Я не выиграю. Может быть, да, где-то. Мы были посвежее, но не совсем, может быть, большинство у нас не получилось совсем. Как бы не получилось состоять в зону, не знаю, с чем это связано. Будем разбирать ошибки уже на следующий день. А, спасибо тогда, Родион, все, спасибо. Спасибо, Александр. Так, вечер добрый, с нами Данил Башкиров. Данил, услышан, да, нас? Да-да-да, все отлично. Да, с возвращением рады тебя видеть, слышать. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Ну, играли, в принципе, неплохо два периода. Потом вот в третьем недотерпели немного. Но его перед овертаймом удалились, соперник наказал. Вот так, в принципе, все. Владимир Бакулин, официальный сайт KHL. Данил, такой вопрос, а почему все-таки недотерпели? Почему неправильно в третий период играли? Ну, слушайте, не знаю. Может быть, повлияло, что большинство игроков только вот после, так сказать, небольшой болезни вышли. Ну, как бы за всех не могу сказать, но лично у меня состояние было отличное. Пять дней катался. Вот, может быть, из-за того, что после болезни вышли, недотерпели. Пожалуйста, вопросы. Олег Черновцев, Кур-02. Я правильно помню, что у вас болезнь прошла в легкой форме? Ничего такого страшного с вами не было? Просто анализ был положительный? Да, у меня все так в легкой форме было. И вот в это время, пока вы были на карантине, чем занимались? Да, в принципе, ничем. Сидел дома, никуда не выходил. А тяжело смотреть за командой, когда не можешь ей помочь по телевизору? Как я понимаю, вы смотрели, матчей или не смотрели? Да, конечно, смотрел, переживал. Больше ничего не остается, только переживать. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Тогда, если вопросов нет ни в студии, ни здесь, тогда отпустим на него. Спасибо большое. Все, спасибо большое. До свидания. Александр Алексеевич с нами. Слышно нас? Слышно. Да, отлично. Тогда приступим после матчей пресс-конференции. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Ну, игра была, в принципе, хорошая. Первые 40 минут, наверное, потом уже поплыли. И проиграли. Обидное такое поражение получилось. Пожалуйста, вопросы, Олег Чернов. Болельщики, как бы, ну, не сказать прям, что полюбились в вашу игру, но очень высоко ценят вас как защитника. Сегодня у вас, на ваш взгляд, все-таки удачный матч или неудачный? Это первый вопрос будет еще. Ну, спасибо большое болельщикам за их преданность, как бы то, что они меня вот здесь так полюбили. Здесь отличная атмосфера, то есть всегда болеют, всегда поддерживают. Очень классно. Матч, не знаю, для меня получилось такое, немного скомканный. Вроде что-то гол забил, там неплохо играл, но в конце обидное удаление получилось. И забили его ротами. Второй короткий вопрос. То, что Метцело вышел, это не расслабляет защитников? Нет? Сильный вратарь. Без разницы, какой вратарь. Там все равно надо играть в столбе в обороне. Пожалуйста, Алексей Гиринов. Алексей Гиринов, Московский комсомольец. Александр, поздравляю, во-первых, с дебютной шайбой в КХЛ. Что-то мне показалось, что партнера не забрали. Или все-таки забрали? Да нет, забрали, забрали. В раздевалке отдали. Ну, достаточно много времени прошло до первой шайбы. Все-таки потому что сосредоточены больше на обороне, или тренеры не особо поощряют такие вот выходы вперед? Да не знаю, как-то особо на очках не концентрируешься. Главное, чтобы команда побеждала, а так, ну, забил, забил. Классно. Ну, сейчас довольно-таки большой, ну, такой отрежек насыщенный играми был. И защитники не все были в строю. То есть на все оставшихся много работы приходилось. Как физически себя чувствуете? Великолепно, физически себя чувствую. То есть здесь очень хороший тренерский штаб по ФП. Тренер очень хороший. Поэтому все время мы поддерживаем с ним связь. И он все время говорит, что надо делать, чтобы восстановиться. Пожалуйста, Владимир Рубакуллин. Владимир Рубакуллин, официальный сайт КХЛ. Александр, вот почему все-таки в третьем периоде не получилось довести начатое, скажем так, до победы? Ну, не знаю сейчас чего сказать. Мне кажется, где-то подрасслабились, что они должны были делать там. Ну, не знаю. Ну, так получилось. Это хоккей. Хорошо, отлично. Есть ли вопросы в зале у нас? Есть. Можно вопрос задать? Ну, конечно. Да. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Прокомментируйте, пожалуйста, свое удаление в концовке. Что там пошло не так? Что с технической точки зрения сделали неправильно? Или просто соперник, можно сказать, хрупкий в такой ситуации оказался и упал там, когда можно было выставить? Да не знаю. Мне кажется, в суде было виднее, но на последних моментах таких ошибок нельзя допускать. Поэтому в суде виднее удаление есть удаление. Пожалуйста, Денис, есть ли еще? Если нет, то коллеги тогда поблагодарим Александра и заканчиваем на этом пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо всем большое. До свидания. Спасибо.